прокатимся рис активно растет ну а хлеб уже убрали пшеницу время наверное сейчас пол седьмого примерно в японии часов нет но я ориентируюсь подъезжаем дороге сейчас я переедем машин кажется нет неплохо она так вдоль сосна вдоль земли так параллельно практически растет можно сказать такая высокая скамейка керамика настоящие камни движемся дальше каменная дорожка ведущая к дому прямо налево давайте налево как что она встречает мне не кажется что-то другое да это не каштан перепутал бывает фактурная стена для фотосессии рядом с ней храм что-то косит траву да судя по звуку это молодой человек обычно этим занимаются дедушки в этом районе а здесь молодое поколение обучаются косить электропилой газонокосилкой тойота на улице стоит настоящее лето душно и влажно а днем жарко так куда направо или налево ну давайте налево тут кто-то смешно воткнул такой зонтик чтобы немножко солнечные лучи лучи у помидора гасить не знаю получается это или нет но наверное немножко работает или отправиться к полям для гольфа я вот думаю здесь такой домик на проветривание интересно есть с этой стороны окно или нет а с этой стороны вообще двери даже нет я подумал там окно открыто думаю хорошо небольшой гараж проветривается он даже без дверей тогда конечно проветривается отлично так кто-то едет а он туда да какой-то дедушка уже можно сказать приехал домой с работы так ну а теперь направо да углубимся в природу но плохо что нужно руль на велосипеде у велосипеда держать руками слегка неудобно там кто-то бейсболок повесил не одну штуку и такую соломенную шляпу классического японского крестьянина так ну а я сейчас еду в горку уже практически доехал да поле для гольфа так сейчас мы деревенскую дорогу проедем снова налево и снова в горку а вот там уже появляются вдалеке поля для гольфа сейчас я остановлюсь на секунду их приближу так сделаем остановку вот они вот там ребята играют в гольф в гольфе какие-то мошки комары появляются к вечеру на этой-то духоте мигает батарейка хочет разрядиться заряда остается совсем немного сейчас тогда панораму чуть-чуть показать местная природа и я еду дальше воробьи активно тусуются на пшеничном убранном поле подбирая наверное зернышки и поедая их вот у нас уже и бамбуковые пальмы ой бамбуковые банановые я уже заговариваюсь такого нежно-салатного цвета против солнца они слегка черными кажутся вот такие прямо гигантские очень большие такие сочные как зонтики листья классные огромные особенно вот там дальше да классные пальмы а здесь еще маленькие но они очень быстро растут с невероятной скоростью просто вот мы и в джунглях в японских джунглях и все и в Есть и въезд для игры в гольф, но сейчас ворота закрыты, поэтому мы едем дальше. Хочется камеру в другую руку переложить. А вот и такое совсем миниатюрное японское кладбище, очень ухоженное. Но, как впрочем, и всё в Японии. Так, камеру в другую руку. Кладбище отлично. Вот там ещё есть заезд на поле для гольфа. А я спускаюсь. Какие у меня тормоза более надёжные на велике. Задние, похоже, что да. Да, кладбище в порядке. То есть у каждого человека одинаковый размер земли. И очень похоже даже сами надгробия. Как правило, это такой серый гранит, такого нейтрального, приятного, мышиного для глаза цвета. Так, это слива у нас, да, валяется? Да, это слива. А вот и пруд. Вот у нас уже и птицы летают. Сейчас мы её увеличим. Птичка хорошая. Ветра плохо, что практически нет. Воздух пропитан духотой. Да, птица плавно покачивается. Ну всё, я с горки съехал. Сейчас немножко отдалим. И продолжим свой путь. Пока камера не выключилась. Из-за того, что заканчивается зарядка. Небо красивое и хорошо отражается в рисовых полях. Так, на этом, наверное, наше путешествие по Японии подходит к концу. Совсем не остаётся батарейки. Тогда тушу камеру. Всем хорошего настроения. Отличного лета. Много путешествуйте, отдыхайте. Всё, всем благ. Пока-пока. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Идем. Подписывайтесь на канал. resses. Вы Вы